здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю обзор книги мираба константиновича маммардашвили лекции по античной философии мираб константинович маммардашвили является одним из крупнейших философов второй половины 20 века в россии данная книга данный труд это компиляция из лекций которые мираб константинович маммардашвили прочитал студентам в гика в 1978 девятом и восьмидесятых годах автор ставит перед собой задачу рассказать об истории философии как истории размышлений об отношениях человека и мира в центре его внимание проблема бытия возникающая в пространстве древнегреческой мысли маммардашвили прослеживает в размышлениях греческих философов фундаментальные принципы лежащие а в основаниях античного а в последующем и европейского идеала мышления и понимания мира и человека настоящее издание является наиболее выверенным на сегодняшний день и рассчитана на самый широкий круг читателей интересующихся актуальными вопросами культуры сам мираб константинович маммардашвили говорит следующее если мы подойдем к тексту не как к мертвому грузу учености а как чему-то живому где бьется пульс мысли то тогда чтение текстов имеет смысл нужно все время держать в своем сознании отношения философии нашей жизни в данном издании 12 лекций я сейчас открою произвольном месте трижды открою эту книгу и зачту вам выдержки из этих лекций я не хотел бы загромождать это видео моими впечатлениями об этой книги и от прочитанного потому что как говорит мортимер адлер впечатление от прочитанного зависит от опыта читающего у меня будет одно впечатление от этой книги у вас будет другое поэтому я не хотел бы загромождать ваше внимание и скажем так загромождать ваши мысли своими впечатлениями и измышлениями относительно этого труда и так давайте откроем эту книгу в первый раз так я сказал что раскаяние и события вызвавшие раскаяние это события в нашем регистре жизни в том режиме к которому способна наша психофизическая организация они появляются исчезают теперь назовем все это возвышенными словами становления пребывания исчезновения так вот скажут парменит этого нет в той мере в какой есть бытие по отношению к этому быть ее есть то что неподвижно и одно в том смысле что человек выскочил из дурной последовательности и сцеплений события вызывающего раскаяние раз и навсегда и прибыл раз и навсегда или извлек опыт и смысл извлек то что уже есть ведь поступок и сам факт раскаяния во все время указывают на то что уже есть истина относительно меня самого и того что реально означают мои поступки если я переключусь то прервав дурную бесконечность я попаду в то что уже есть и о чем нельзя сказать что этого никогда не было или что это будет лишь в будущем в будущем не будет потому что удваивать утраивать размножать времена и быть ее невозможно быть ее одно и а она всегда в настоящем все целиком все это все целиком в настоящем и есть особая бесконечность включающая в себя человека объемлющая или продуктивная бесконечность все время актуализировая откроем в другом месте ближе к середине мы входим в мир через особые тела хотите войти в смысл пожалуйста но сначала пройдите через видение трагедии которая своей материальной организации сценическим расположением эффектом сможет собрать ваше состояние она будет давать вам символы завершенности жизни а в реальности жизнь никогда не завершается а когда завершается в момент смерти мы не имеем ее в качестве завершенной потому что мертвы эти особые завершающие хоть бесконечность завершить нельзя конечной формы есть проблема которой мы вышли или дополнительной силе которая может нас с изного и с изного непрерывно рождать хотя наша непрерывность из содержания моментов и из связи моментов жизни не вытекает и следовательно не конституциируется связью этих содержаний или моментов жизни об этом я говорил и третий момент ближе к концу книги как же мы приходим к новой мысли я могу сказать это на следующем языке мысль породится не моим отсюда направленным вперед взглядом также как нельзя волна взволноваться желая взволноваться нельзя любить желанием любить философия фактически об этом и говорит когда употребляет такие понятия как бытие есть мыслящая мысль имеется в виду что мы можем лишь делать так чтобы ничто само возникло оно породит мысль или оно полюбит или оно взволнуется и этот факт философия называет словом есть есть это нечто что не является предикатом а является бытием мы видим что аристотель в этой формуле занимается по-прежнему той самой штукой о которой я рассказывал в связи с сократом занимается тем что я назвал парадоксом мышления это факт невозможности мышления хотя мышление случается новые мысли бывают точно так же как мы можем устойчиво сосредотачиваться вокруг страсти достоинства чести мы можем быть устойчиво привязанными быть верными но все эти состояния верности привязанности сосредоточения сами по себе никаким содействующим механизмом природы не обеспечены наоборот как раз ходом времени они все исключены ведь то что есть сейчас не вытекает из того что я был вчера следовательно это что будет завтра не вытекает из того что я есть сегодня три отрывка я рекомендую вам ознакомиться с данными трудами у мираба константиновича мамардашвили скажем так его последователями были изданы его труды потому что когда он сам читал эти лекции в институтах когда его приглашали читать лекции например как его пригласили читать во в гиг лекции по античной философии то во время этих занятий велась аудиозапись и потом энтузиастами эти аудиозаписи расшифровывались так мы получили такой труд или так мы получили огромный фолиант который называется психологическая топология пути или беседы о мышлении это два достаточно толстых и увесистых фолианта в твердом переплете но любые издания которые сейчас есть мираба константиновича мамардашвили это все-таки расшифровки аудиозаписей потому что во время своей жизни сам автор не озаботился изданием своих трудов не озаботился изданием своих лекций поэтому этим занимаются другие люди ну а мы имеем возможность приобщиться к его способу мышления как говорит мираб мамардашвили смысл можно извлекать из кофейной чашки спасибо за внимание это был именно обзор книги мираба константиновича мамардашвили лекции по античной философии подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления чтобы получать уведомления о новых видео желаю вам всяческих успехов и до новых встреч